Нет такого христианина в мире сегодня, к которому его соседи не приставали бы с вопросом. Ну, а почему вы считаете, что только христиане спасутся? Может быть и все остальные спасутся люди тоже. Так вот поймите, что христианство исходит из совершенно другой системы отчета. В нашей системе отчета, то как оно дано в Ветхом Завете, все люди погибнут. И вдруг открылась возможность хотя бы для некоторых спастись. Современный мир убежден в обратном. Всех нас Бог обязан спасти. Даже если Бога нет и даже если я не верю в какого Бога, карма меня все равно спасет. Поразительные мышления людей, которые говорят, что я в Бога не верю, но мне не нравится, что вы мне говорите, что Бог меня за это осудит. Его, конечно, нет, но знаете ли, я все равно в рай пойду. Так вот, христианская система отчета исходит из минусового уровня. Да, мы все согрешили. Мы все живем и родились в мире смерти. И каждый из нас число заразы, инфекции духовной в мире умножил. После каждого из нас в мире становится, увы, по большей части тяжелее дышать, а не легче. Об этом знает христианство. И вот эта вот система нарастания греха, она же ведь поразительно показана в первых главах Библии. Вот грехопадение первых людей, убийство Адама, убийство Авеля, потоп, строительство Воронской башни. Нарастают грехи и сокращаются дни человеческой жизни. От 800 лет до 80. И то это ащи в силах 80 лет. И вот здесь оказывается, что получается у вас открывается наконец-то Христом возможность не умирать. Ведь поймите, христианство это не моралистика. Евангелие это, ну это реальная такая, это скорее медицина. Вот представьте себе, взорвался Чернобыль. И в этой зоне все люди, которые там живут, они все дышат радиацией смерти. И вдруг открыли, какой-то ученый открыл противоядие, которое он может привезти туда и раздать людям, и тогда они не будут умирать. И этот ученый бросает свою безопасную какую-нибудь московскую или нью-йоркскую лабораторию. И приезжает туда, в Чернобыльскую зону, приезжает с этими препаратами и начинает их раздавать. Он поселился где-нибудь в деревне Верхние Васюки, а жители Нижних Васюков устраивают гневный митинг. Почему он, сволочь этакая, поселился в той деревне, а не у нас? И что это за жестокий профессор такой, который объявляет, что если... А он приветствует, и объявляет по всем... по радио, встречается с людьми и говорит, вот у меня в чемодане лекарство, я бесплатно вам даю. Вот берите его. Но предупреждает, а если вы не возьмете его, вы умрете. И в народе пошли слухи, какой жестокий врач к нам приехал. Он нам заявляет, что мы помрем, понимаешь ли. Он заявляет, что если только с ним подружиться, можно выжить. Фу, какой гордый. Неприличный человек, негуманный. Это и есть то, что без две тысячи лет это уже твердят христианам. Ну какой негуманный ваш Христос. Заявляет, понимаете ли, что если кто отречется от него, то и он отречется от него перед Отцом Своим Небесным. Как это негуманно, вы заявляете, что вне Христа, вне Церкви нет спасения. Так в том-то и дело, что христианство исходит из того, что все мы заключены вне послушания. Все мы умираем. И вот появилась возможность дать лекарство бессмертия. Исцелить людей. Тех, кто это свободно примет. Кто пожелает выжить в нашем мире смерти. Выйти из него действительно в мир жизни. Христос был человеком, не только Богом. И поэтому все то, что произошло с Ним, произойдет с каждым из нас. Христос воскрес. И это означает, что все мы обречены на воскресение. Я хотел бы, чтобы вы запомнили эту формулу. Мы не надеемся на воскресение. Мы обречены на воскресение. Потому что каждый из нас соучастник плоти Христовой. Каждый из нас является братом Христа. Мы единосущны Ему, если говорить богословским языком, единоприродны Ему. И то, что Христос делал с Собою, произойдет и с нами. Он взял на себя нашу человеческую природу и изменил ее так, что она оказалась способна воскреснуть. Выйти из мира смерти. Поэтому все мы воскреснем. Но поэтому и будет тот последний суд, который называется страшным. В обыденном представлении люди часто думают так. Господь хочет в конце времен устроить страшный суд, а чтобы сделать его поистине страшным и поистине вселенским, Господь достанет из-под земли всех мертвецов. Представление, которое не делает чести Богу, если его мыслят таким образом. Представляете себе, что вы скажете о человеке, против которого его знакомый согрешил. И этот человек, против которого согрешили, из полной праведного гнева, хотел отомстить своему обидчику, но не успел. Тот помер. И тогда, он, пользуясь высшей магией, раскапывает могилу своего обидчика, оживляет его и, наконец-таки, убивает опять. Скажем ли мы, что это нравственный образ человека? Вряд ли. Хотя, увы, должен заметить, что Горбачевская перестройка именно с этого и началась. С фильма «Абулат за покаяние», где герои только тем и занимались, что выкапывали трупы из могил. Это что угодно, но это не покаяние. По крайней мере, в христианском понимании. Так вот, и Бог, это не некий такой монстр, который ради удовольствия наказать грешников, будет их оживлять. Здесь ровно обратная последовательность. Поскольку мы живем в мире, в котором Христос воскрес, воскреснем и мы. Но поскольку вновь начнет у нас струиться жизнь, и жизнь эта струится будет уже в вечности, при лицом Божьем, это означает, что мы в этой новой, грядущей жизни встретимся с Богом. А встреча с Богом не окажется и для каждого из нас судом. Потому что, как говорит Христос в Евангелии от Иоанна, суд в том и состоит, что свет пришел в мир и обличил дела тьмы. И когда вот этот вот свет осветит все закоулки нашей жизни и нашей совести, тогда и выяснится, Бог есть любовь. Он свою любовь и свой свет будет изливать на нас. И вдруг окажется, что в нашей жизни было больше ненависти, раздражения и зависти, чем любви, это означает, что свет Божественной любви будет страшен для нас. Он будет болезнен, потому что он совсем вот не будет соответствовать тому, чем мы жили в нашей жизни. Посмотрите, есть в Евангелии странное место. Христос встречается с бесами, с одержимым человеком, спрашивает этого, и из этого одержимого человека изгоняет бес. А бес ему говорит, не мучь меня. Какая поразительная вещь. Тот, кто есть радость, тот, кто говорит, что я хочу, чтобы у вас была радость, и радость ваша была совершенна, тот, кто есть полнота света и любви, оказывается источником муки. Христос оказывается причиной мучения для какого-то существа. Какого существа? Для бесов. Так вот, если мы станем такими бесами во плоти, тогда Христос с нами ничего не сможет поделать. Тогда его свет любви и в вечности станет для нас источником муки. И не случайно поэтому, скажем, в христианской традиции во время от времени звучит такая мысль, что свет божественной любви и адский огонь это одна и та же энергия, но по-разному воспринимаемая разными людьми от степени их духовной подготовленности, их одичалости, безжизненности.